Сейчас мы с вами находимся на одном из участков комплекса Хотелёва-1, среднепалеолитического. Участок называется 1-4-2, потому что это обозначение всего комплекса Хотелёва-1, обозначение четвёртого раскопа его первооткрывателя Фёдора Михайловича Заверняева и второго участка этого четвёртого раскопа, которым занимается наша Верхнедесниновская экспедиция, которая приняла этот памятник после Фёдора Михайловича Заверняева через значительный промежуток времени. Вот, здесь вы видите начало работ нашего сезона этого года. Этот сезон посвящён расширению площади изучения первого верхнего культурного слоя. Здесь обнаружено три культурных слоя. В позапрошлом и прошлом году здесь проводились большие достаточно работы, и будут проводиться такие же работы в этом году. Были изучены нижние культурные слои вот слева от меня, внизу, сейчас это всё подкрыто отвалом. Здесь был найден достаточно интересный культурный слой нижний, а в верхнем культурном слое было найдено замечательное изделие на фрагменте крупной трубчатой кости какого-то большого животного, скорее всего, мамонта, в гравировке среднепалеолитического человека, неандертальца, естественно. В нижнем культурном слое было найдено замечательное скопление крупных костей мамонта, передняя часть туши животного вместе с каменными орудиями, по всей видимости, в очень интересном древнем рельефе, который тоже был погребён. То есть мы здесь динамику образования рельефа этого участка сразу можем проследить. Это всё очень интересно, когда вы видите это в процессе раскопок. В этом году мы расширили эту площадь для изучения верхнего культурного слоя, он у нас наименее хорошо изучен, потому что он не очень выразительный, мы его в прошлом году на очень небольшом участке вскрыли, и в этом году расширяем этот участок специально на юг, вот туда в южное направление, которое справа от меня. Здесь вы видите начало нашего разреза общего, который будет продолжен ещё вниз метра на три, как минимум, вот под моими ногами. И там мы найдём, я надеюсь, вот этот первый культурный слой, находки из которого помогут нам в этом году понять, какая культурная принадлежность у этого населения, которое его оставило. То есть нам нужны выразительные, не то что красивые, а именно выразительные в плане типологической оценки, находки, по которым мы скажем, какому культурному ареалу это население принадлежало. По поводу возраста этого культурного слоя, до которого мы ещё не дошли и который мы ждём первого культурного слоя, мы ожидаем, что его возраст будет в районе примерно 60 тысяч лет, может быть, немножко старше, в районе 70 тысяч лет, потому что наш основной культурный слой, нижний, он датируется в районе 80-85 тысяч лет назад. Соответственно, в перекрывающих отложениях, которые выше первого культурного слоя, археологии у нас никакой нет, мы эти отложения изучаем с точки зрения палеогеографии. И вот этот участок, который вы здесь видите вскрытый, да, почему так стенка хорошо сделана, качественно мы надеемся, потому что по такой стенке, так подготовленной стенке, она должна представлять собой единую плоскость прямую, наклонённую под значительным углом, да, для того, чтобы всякие неприятности ликвидировать возможные. Ну, отложения тут плотные, крепкие, они очень хорошо стоят. Вот, мы выравниваем эту стенку так, для того, чтобы геологи, специалисты могли по мельчайшим характеристикам слоёв, которые вы здесь видите, да, вот этих мелких прослойщик, границ между крупными слоями, границ между пачками слоёв разных, да, определить и понять изменение древнего климата и динамику древнего рельефа, да, как это всё здесь накапливалось. В частности, я сейчас стою на уровне, вот если вы проследите, вот мою фигуру как бы перенесёте к южной стенке, вы увидите, что я стою вот в этих отложениях, которые совершенно горизонтальные, абсолютно горизонтально залегают, это отложение либо озера, либо какого-то медленного водного потока. То есть, когда отсюда ушли неандертальцы, примерно, очевидно, 60 тысяч лет назад, где-то так, да, здесь было какое-то пространство, затопленное водой, вот вода была иногда текущая, иногда стоячая, какие-то озёрные отложения, какие-то речные отложения, иногда они чередовались. Вот, после чего здесь закончилась уже эта вот водная история, да, накоплением вот этой пачки желтоватых отложений, которая выше здесь нигде не продолжается, потому что это склон правого борта долины Десны. Мы её надстраиваем другим разрезом, который находится в 10 метрах к северу. Это так называемая лёсово-почвенная серия, которая состоит из пылеватой, очень тонкозернистой породы, которая называется лёс по-немецки пыль, и погребённых почв, вмещённых в эти лёсы. А каждая погребённая почва – это, конечно, специальный палеоархив природной среды, давно ушедших эпох. Поэтому Хотелёва-1 на любом его участке – это не только замечательные культурные слои среднего палеолита, это ещё и палеоархивы разных природных сред, которые меняли друг друга на протяжении последней сотни тысяч лет. От неандертальцев до современности, до Древней Руси, которая у нас там наверху. Большое спасибо. Здравствуйте! Я Станислав Дробышевский, а у меня за спиной археологическая экспедиция Хотелёва-1. А между тем есть Хотелёва-2, а есть ещё Роскоп Средневековый, а есть ещё Роскоп Роднего Железного Века, а есть ещё и другие потенциальные Роскопы. И, как видите, на Роскопах трудится много людей. Это далеко не все, потому что честь на других разрезах и других стоянках. Мораль проста. Для того, чтобы Роскопки продолжались, люди тратят силы, они должны кушать. А для этого нужно финансирование. И, собственно, я обращаюсь к неравнодушным людям, которые хотят создать нашу историю. Своими вспомоществованиями, своими донатами вы можете поднять из земли историю, даже сами лично не копая. Это называется родственный отбор, когда человек вроде бы сам делает что-то такое постороннее, а делает то, что надо. Поэтому помогите, пожалуйста, отечественной археологии. На самом деле, не только наши экспедиции нуждаются в материальных благах. На самом деле, кушать иногда хочется после того, как несколько часов в день машешь лопатой. Я в данный момент не машу, а потом пойду туда на другой разрез и буду таки махать. Поэтому, пожалуйста, скиньтесь на науку. Кроме вас этого не сделает никто. И тогда мы выкопаем неандертальцев и все, что они сотворили за тысячи лет своего бытия, и расскажем вам о лучшем виде. Спасибо заранее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok